Картина, которая уже стала для многих привычной. Площадь Спартака ежедневно заполнена практически до отказа. И пандемия этому тоже не помеха. Когда-то здесь официально разрешили пенсионерам продавать овощи и фрукты со своих дач и огородов. И установили для этого специальные торговые места. Но по соседству с ними развернулась незаконная, но бойкая торговля не сертифицированной продукцией. Стихийные торговцы со своим товаром на картонных коробках вместо торговых лотков создают неудобства для пешеходов. Мешают разворачиваться автобусом. Здесь постоянно торгуют. Сегодня пасмурная погода. Видите, народу много. А когда солнечно, вообще не пройти. Приходится обходить людей, чтобы попасть на свой автобус. Лучше перенести эти ряды отсюда. Убрать. Как бы лицезреть не очень приятно вот эту сторону. Официальный рынок все чаще превращается в несанкционированный. Торгуют уже не только пенсионеры рассадой, но и другие продавцы мясом, молоком, медом. В целях обеспечения безопасности, в целях сохранения исторического облика площади, было принято решение перенести торговые лотки. С учетом обращений граждан, которые поступали с данных территорий, для обеспечения, опять же, удобства населения, поскольку они будут максимально приближены к жилой зоне, будут установлены торговые ряды. Именно с учетом мнения населения. Известно, что оборудованные торговые места перенесут в ближайшее время. Те самые, официальные, для пенсионеров. Пожилые смогут торговать своей продукцией по другим адресам. На продовольственных ярмарках по улице Никитина и на пересечении Социалистического и Чкалова. Платить за торговые места им не придется. Что касается площади Спартака, то от стихийного рынка здесь тоже планируют избавиться. Администрация района продолжит проводить рейды совместно с полицией. И штрафовать нарушителей. Кстати, штраф за такую торговлю варьируется от 500 до 3000 рублей. Никита Ермаков. День с толком. Продолжение следует.